Ну это камень, да? Реально. Что? Камень пробил или что? Это какая-то железная какой-то штырь, которую пробил наше крыльцо. Ну это на железной дороге, да? Вот на этой, от Новодибу до Шума, да? Да, 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 именно там. Там очень много основных предметов лежит на железной дороге. Когда мы ехали по железной дороге, очень много предметов попадалось под корусы. Ну вот один из них угодил нас в покрышку, мы его пробили. Продолжение следует... ПЕСНЯ 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 Это серьезное испытание на песчаных каменистых ландшафтах Сахары. Водители заводят свои мотовездеходы Z8 в самые жесткие условия бездорожья, проводя испытания, как говорится, на грани. Руководитель проекта Сергей Синельник сообщает. Напоследок, перед тем, как перебраться в Мавританию, в глубине Западной Сахары, мы подняли наши мотовездеходы на вершину огромной белой дюны. Вначале были проведены тестовые заезды и определены условия, где песок держит аппараты. Тем более, что мы их и не перегружали. Было найдено, что на неветренном склоне есть возможность взлететь на самый верх 200-метровой дюны. Во время этой попытки мы попали в другой мир. Жара плюс 35, ярчайшее солнце и белый песок. Дорога в дюнах меняется частыми уклонами в 20 градусов. По пустынным холмам команда приближается к границе с Мавританией. Исламская республика Мавритания является последним государством в мире, где власти не преследуют рабовладельцев. Несмотря на официальную отмену рабства сначала в июле 1980-го, а потом в 2007-м году, по факту около 20% населения Мавритании, а по данным 2011 года это 600 тысяч человек, являются рабами. Основная масса это негры, принадлежащие господствующему классу берберов. Рабы не имеют никаких личных экономических и политических прав, при этом родившиеся дети становятся собственностью рабовладельцев. По оценке на июль 2010 года в этой стране проживает более 3 миллионов человек. Средняя продолжительность жизни – 58 лет у мужчин, 63 года у женщин. Мавритания входит в число самых экономически слабо развитых стран мира. Ниже уровня бедности – 40% населения. Уровень безработицы составляет 30%. По конституции, принятой в 1991 году, глава государства, президент, избираемый населением на пятилетний срок. Парламент – двухпалатный. В Сенате 56 мест, он избирается на шестилетний срок. Совет депутатов – на пятилетний срок. Экспедиция сразу же ушла на восток, вглубь Сахары. Пейзаж скрашивают скопление черных камней. Это так называемые хребты драконов. В крохотные пучки высохшей травы встречаются редкие заросли, верблюжьи колючки и акации. Тени от них практически нет, поэтому отдохнуть получается только ночью, когда температура воздуха падает до плюс 25 градусов, а днем вновь поднимается до 43. Кое-где вдоль трассы, действующей железной дороги, встречаются редкие станы кочевников, пастухов-верблюдов. Пару раз путешественникам удалось увидеть и местную живность, к слову, немногочисленную. Да, условия жизни здесь далеко не комфортные. Сложно сказать, каково в полном описании здесь животным, но вот человеку, тем более европейцу, приходится обзаводиться привычкой употреблять в пищу еду с постоянной примесью песка. От него просто никуда не деться, о пустыне снятся сны, перебивая ночные воспоминания о родине. Но пора и двигаться в путь. Команда CFMoto провела проверку мавританских трасс на Теджигжу и еще раз отметила свой главный успех. Это пересечение Мавритании по второстепенным колеям от Татара через Агжушт с выходом на Сенегал и достижение самой столицы гонок Дакара. Здесь мотовездеходы побывали на самой крайней западной точке Африканского континента. Дальше только Атлантический океан. Преодолевая местные пейзажи, группа умудряется еще и кадры с места событий прислать на родину в оперативном режиме. Браво! Команда CFMoto через станцию Булануар ушла в глубину Сахары. Через три дня мотовездеходы уперлись в Нагорье Адрар и поднялись на него в городок Атар. 45 градусов жары, пыль, песок и полная луна. Все удовольствия песчаной романтики. Мы ехали к старому другу Бау. Бау. Наш старик живет в Сенегале. Его зовут Бау. Сегодня мы ночевали, были у него в гостях. Ночевали под его кронами, под его руками. Он давно нас ждал. Когда мы еще ехали вокруг света на Уралах по Восточной Африке, он звал нас, говорит, приезжайте в Сенегал. Но вот мы добрались все-таки спустя 12 лет, оказались в Западной Африке. И вот в гостях у нашего дедушки Бау. Очень доброе существо. Далее маршрут пролегал вдоль железной дороги Зуират-Нуадибу. Ее строили еще в 50-е годы прошлого века. И иногда, если присмотреться сквозь песок, можно увидеть строительный мусор, сохранившийся уже почти 60 лет. Такими путями мотовездеходы добрались до подножия на горе Адрар. И это уже 500 километров вглубь Сахары. Отдохнувши два дня в Атаре, команда набралась сил, привела технику в порядок. Надеялись на помощь местных гидов, но оказалось, что добрая их половина не имеет лицензии. Да и знаниями похвастаться они тоже не могут. При этом заламывают астрономические цены. В местных поселках из еды только багет с маслом. Либо можно купить еду с рук в прямом смысле. Но учитывая, что впереди еще большой путь, лучше не рисковать здоровьем. Едем дальше. К прежним трассам автомоторалли Париж-Дакар. Передвижение по этим трассам предполагает отличный сравнительный материал. Можно в полной мере оценить нагрузку на мотовездеходы Z8. Когда-то лучшие европейские машины и отечественные Камазы дышали пылью и песком на этих дорогах, борясь за звания самых мощных и бесстрашных. Теперь такой же маршрут преодолевают миниатюрные по сравнению с предшественниками мотовездеходы. И, к слову, отлично справляются с миссией. Ландшафты, по которым гоняют сейчас наши путешественники, покоряются не без усилий, но довольно успешно. Команда CFMoto преодолела еще 450 километров в восточном направлении и вернулась на свой основной план – въезд на территорию Мавритании по тем колеям, по которым проходила трасса Париж-Дакар в 80-90-х годах. Те, кто, собираясь в Мавританию, надеются увидеть здесь нечто прекрасное и экзотическое, должны готовиться к тому, что из воспоминаний увезут лишь серо-желтые пейзажи и пыль немногочисленных дорог. Транспортная система развита слабо. С твердым покрытием здесь всего лишь 2000 километров полотна, остальные 7000 – обычный грунт. Это вполне характеризует уровень жизни, близкий к бедному. Мавритания – это страна, которая больше забирает, чем отдает. Доля экспорта почти на 30% ниже импорта. В эту страну привозят нефтепродукты, автомобили, продовольствие. В основном из Франции, США и Китая. В той же Франции, а также Японии и Германии мавританцы поставляют полезные ископаемые – это золото, руда и природный газ. Зато страна обладает значительными запасами рыбных ресурсов. Среднегодовой вылов рыбы и морепродуктов составляет более 500 тысяч тонн. А вот сельское хозяйство ведется отсталыми методами. Практически полностью зависит от количества осадков. Серьезный ущерб ему наносит нашествие саранчи. Аграрный сектор покрывает 30% потребностей населения страны в продовольствии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова